Сегодня свой день рождения отмечает президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Глава республики оказывает всестороннюю поддержку университету. Более подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. 1 марта президенту Татарстана Рустаму Миниханову исполняется 64 года. Этот день является особенным и для Казанского федерального университета. Ведь Рустам Миниханов с 2010 года является председателем попечительского совета КФУ. Все начинания ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова поддерживались главой республики. Это касалось и взаимоотношений с федеральным центром, и решения, так необходимые для принятия официальных постановлений и документов с целью передачи объектов республики в ведение университета. Вовремя оказанная поддержка президента позволила передать в юриспруденцию КФУ целый ряд объектов медицинского кластера. Недостроенное общежитие, вошедшего в Федеральный университет педагогического вуза, реконструируется в междисциплинарный научный центр биомедицины и фармацевтики. Начинается возвращение медицины в лоно Казанского университета. Создается Институт фундаментальной медицины и биологии. Здесь начинают готовить врачей-исследователей, врачей-ученых. Передача бывшего военного госпиталя для образовательного процесса института была вполне логичным шагом. Хотя состояние переданных зданий было весьма удручающим, что, впрочем, не помешало университету приступить к масштабным и впечатляющим работам. Согласно стратегии медицинского кластера в состав Казанского федерального университета была встроена университетская клиника, что привело к внедрению новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказанию других видов высокотехнологичной помощи с включением новых технологий, в частности, генетических исследований. В 2011 году происходят значимые события, связанные с химическим направлением и нефтегазовыми технологиями. Рустам Миниханов принял участие в закладке памятной монеты и камня фундамент нового корпуса Химического института имени Бутлерова. Ученые-химики-студенты получают новый корпус, по сути, междисциплинарного научно-образовательного центра с необходимыми для современных исследований, коммуникациями и лабораториями. Все эти решения в конечном счете сыграют на программе повышения конкурентоспособности российских вузов и лягут в основе приоритетного направления «Эко-нефть». В том же 2011 году состоится торжественная закладка камня в строительстве Астропарка Казанского федерального университета. Начались работы по строительству планетария в 2012 году, а уже в июне 2013 состоялось его открытие. Он стал единственным в России планетарием в составе университета. Востребованность современных инженерных подходов при создании опытных образцов в робототехнике и машиностроении при протезировании в медицине мотивирует Казанский федеральный университет на создание инженерного института. Социогуманитарное направление Казанского федерального университета в связи с вхождением двух педагогических вузов выразилось в программе повышения конкурентоспособности российских вузов и приоритетном направлении университета учитель 21 века. Это обусловило получение более масштабных ресурсов для развития педагогической науки, как в частности оборудования и инфраструктуры, так и возможности использования распределенной системы подготовки будущих учителей Казани и Елабуги. И все эти значимые инфраструктурные изменения в Казанском федеральном университете стали возможным благодаря постоянной поддержке со стороны главы республики Рустама Миниханова. Каждое заседание попечительского совета КФО проходит с участием президента и на каждом из совещаний рассматриваются проблемные для университета вопросы. Эти вопросы зачастую связаны с бюрократическими процедурами, которые президент силой своего авторитета и полномочий имеет возможность решить или содействовать их решению. В конце 2020 года пришло известие о решении президента Рустама Миниханова о передаче ряда помещений Казан-Экспо для развития технопарка КФУ. Казанский федеральный университет поздравляет президента Татарстана Рустама Миниханова с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.